всем доброго утра у нас сегодня завтрак такой обычный стандартный арбуз хлопья яйца сосиски сыр тоже самое что ты сегодня делаешь мечты сбываются ли она сегодня решила сделать ну вода хлеб масло все как все как надо майонез мёд приятного тебе аппетита еще принесли как обычно капучинку учинка вода все как надо ну позже мы еще чайку чайком парлируем ну чем не радость а 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 Остановка Докума, Озделек. Вот вам и Озделек парк, Анталия. Сейчас пройдем медосмотр, предъявим все наши документы. Вот нам обратно, мы так ведь не 51, не 51, а не дождались. Видимо, так же придется с пересадкой идти, ехать домой. В магазине Пенти, скидки 70%. Ну и где? Вискозная пижама. Вот, 139. Длинные штаны-то. Ага, длинные. 139. Нет. Нету скидок. Тоже 139. С кошками. Новая коллекция. А сколько она стоит? Так. 180 лир. Ну, 1800. Это тоже какая-то новая коллекция. Ой, вот так садим пока. Мякушка, мякушка. Мятного цвета и розового. Так, вот такая. Вот такая вот стоит 800 рублей. С шортиками, пижамка. Так, а вот это? Это 140 лир. Это тоже, по-моему, 140 лир. Вот, как он. 299 лир. Ой, какие трусики. 30, 40 лир. О, прелесть. Вот, мне сказали. 2 берешь, 3 в подарок. Масочки. Ну, какие. 3 штуки. 23 лиры. 230 рублей. Пинтия Ориджинал. 18 лир. Ну, и носочки какие за 18 лир. Трое. Так, вот где 70% скидкой. Сколько она стоит? 39. 49. Вот такие. Ну, какая-то сколько стоит. Что не сказано. Ну, 70% скидка есть. Так, а здесь что? Ой. Еще и какая-то косыночка к ней. Или что? А, это мешочек. Мешочек. Можно складывать мешочек. Это стоит все 49. 50 лир. Вот такой. И мешочек даже для него есть. Отлично. Смотрите, какие боксерки. Боксеры. А цену что-то я не вижу. Цена, цену. 49.95. Вот. Вот такой костюмчик. Пижамка. 47. Так, мы опять в Айкики. Ну, я вот эту вот беру. Это М-ка, по-моему. Это я брату возьму. Так, я выбрала. Так, что дальше идем. Ой, мужские-то какие прикольные. Что, думаешь себе купить? А почему нет, да? Мне нравится рассветка. Рассветка очень. Мне у этого-то нравится рассветка. Но она большеватая. Нет, она длинная. Если я возьму большой размер. А ты давай померяй ее, Лен. Ну, нет, это маленькая мне будет. Я просто весь и должен хочу такую взять. Мне что-то понравится. Да. У них сейчас такая тенденция, да? Вот такие вот делать 3D-шки. Вот такие еще в Айкики за 70 лир с длинным рукавом. Сейчас я посмотрю, какая она. Ну, вот Эска, но она такая длинная. Прямо длинная. Мужчины у них высокие, что ли? Майами. Вот хлопок очень хороший. Прямо хороший, хороший. Ну, вот эти вот как-то мне не очень понравились штуки. Вот в каждом в Айкики разный ассортимент, между прочим. Где-то что-то есть, а где-то что-то нет. Вот бывает такое, что поешь в Айкики, да, что-то присмотрел. А в этом и нету. Приходится ехать в тот, в котором видела. Казалось бы, да? Один и тот же магазин, а разный ассортимент. А вот эта штука для чего? Оверсайз. Не знаю. Так, вот такой цвет морской волны. Бирюзовый. Ой, вообще. Красивый цвет. 40. 36 лир. Рубашка штапельная. Вискоза. Так. Она вот какая. С ананасами и монстерами. Мужская. И вот рубашка мне нравится. Сам бы такую носил. Брюки. Вот к этой рубашке очень подходят. Тоже casual. 120 лир. Бананами сделано. Смотрите, какая рубашка. Лен. Хлопок в составе. Стоит она всего лишь 500 рублей. А я возьму по мере, кстати. Почему нет? Рубашка пола. Она как вафелька сделана. Видите? Да такие брюки. Да макосины. Ну, прямо модники. Манекены модники. Они любят короткие брючки 7 восьмых. Много молодежи у них ходят в таких вот. В такой длиной брюк. Они что были дудочкой. Вот в изделике большой выбор в вайкики. Мужских хороших рубашек, футболок. Я в 5 миг раз такое не видела. А, может, не обращала внимания. Вот такой жакетик в вайкики. Как вам? Ну, рукава это я сама закатала. Вот была бы там шлица. Можно было его рассмотреть с джинсами. Такой вот двухбортный. Стоит, по-моему, 1000 рублей. Вот так застегнуть его. Блин, он мне мирится. Ткань приятная такая, холодящая. Никогда бы не обратила внимания на такой. То ли он длинноват слишком. То ли вот что-то не то в нем. Но так приятный. С брюками. Хорошо тут сшит. Прямо вот все. Все края обработаны гейкой. Смотрите. Сейчас я вам покажу. Сумочки возделек. Свет серо-голубой. И молочный. Такая сумочка сколько стоит? Она не кожаная. Она не кожаная. Но стоит она... Но стоит она бесценно. Не знаю сколько. А! 159,90. Такая сумочка стоит. А тут... Во! Бенетон. Бенетон стоит... 356,90. Но ясное дело не кожа. За бренд. Все за бренд. Мне вот такая нравится еще. Так, а сколько она стоит в бенетончике? 335 лир. Вот такая есть. Она, конечно, не кожа. Ну вот... И грубовато немножко. Ну вот как-то вот... Располагает к себе. Такое... Есть такие бенетоны. Тут какой-то ремень текстильный. Текстильный ремешок у него. Это тоже мне, в общем-то, нравится. А сколько я цена? 319 лир. Индерим. Индерим, индерим. 319 лир. Так. Вот этот. Ой. Вот этот мне нравится. Так. А сколько он такой стоит? Сейчас мы их проверим. 249. Вот такая штука. Он, наверное, удобный. Вот такая сумочка. Вот эта мне тоже нравится. Хоть она и не кожаная. в 319 лир. Раз, два, три, четыре отдела у неё. Пьер Кардин. Ну, сколько этот Кардин? 171,600. Ну, как-то дешево выглядит, мне кажется. Пьер Кардин. Ну, а здесь распродажи. Это, видимо, пола-асса. Вот. Это вся стойка. А, там, вот этот. Вот. Так, дальше. Здесь кожаных нет. Здесь, понятное дело, кожаных нет. Всё, заменитель. Вот это вот замшевая. Замша, видимо, комбинирована. С этой кожей. Вот, вот это вот, вот как у меня, только почему-то здесь вот производитель, видимо, другой. Вот это вот силиконовые. Если кто-то будет покупать, возделеки есть. Но ещё они есть. Возле Маркантали. Если идти в сторону старого города, вы там их найдёте. И, конечно, сторгуете себе цену. Триста сорок девять. Можно за триста. Даже на рынке я вот такой. Так у меня побольше, да? Именно вот такой. Я сторговала за триста. А маленькие вообще там, по-моему, были двести с чем-то. В общем, торговаться нужно. А вот эти вот они на самом деле силиконовые. Вот, может, их чисто внешние. Такие квадратики. Вот ещё есть лунберджек. Вот, Лена. Тоже вот эти вот удобные-то. Тоже корыца. Тридцать девятый размер. Тоже корыца. Чёрные такие же. Семьдесят четыре. Можно и померить. А они здесь есть вообще? А, вон они. Сейчас я их померю. Я, правда, тридцать девятый наделу. Я просто вам покажу наглядно. Очень удобный. Вот такая огромная, мне кажется. Я предпочитаю просто хлястики, вот как у меня. Так, Джек-эн-Джонс по сорок пять лир. Органик. Катон. А цену как-то они убирают куда-то? Куда они убирают? А, нет. Девяносто лир. Хороших трикотаж. Прямо вот видно, что хороший органик. Макатон. Так. По шестьдесят лир. Ну, чё ли? Так. Семьдесят лир. Вот, видите, какие брючки. И майка. Шестьдесят девять. Девяносто семьдесят лир. Вот вам готовый, готовый образ. Кстати. Брюки стоят, сейчас я вам скажу сколько. А, две тысячи. Такие брюки песочного цвета. Так, здесь мави на скидках мужские. Смотрите, такие рубашки. А вот ли Купер. Мы что-то в мужской отдел заперлись. И гуляем по мужскому. Угадай, кто это? Это они. Пола Асона. Тоже хороший. Ли Купер. А, восемьдесят четыре лиры. Комбинезон. Твистидвадцать девять лир. Да ну. Так. Что здесь ещё есть? Сумки. Сумки на эндеримках. Смотрите, какие стяжённые для зимы-то. Для нашей. Ну-ка посмотрим. Сколько такая сумочка стоит? Сто пятьдесят лир. Вот, какая она. Смотрите, какая она. По-моему, тоже стоит сто пятьдесят лир. Берегузочки есть. Берегузочки есть. Вот такого плана. На зиму. Это что? Тоже сумка. А сколько она? Тоже сто пятьдесят лир. Белая. Магазин Наромакс. Наромакс. Ой, такой в моём любимом цвете. Бежевом. Видимо, хлопковая. Вискозная. Не пойму, что это. Блуза, кофточка такая. Ну, очень приятная. Стоит она. Три... Триста лир. Три тысячи. Так. Сколько она горчица есть. И вот горчичная такая же. Жакет мне вот этот очень понравился. Он сзади шлица есть. Такой тяжеловатый. Девятьсот сорок девять лир. Девятьсот пятьдесят. Девять тысяч. Сарафан. Сто девяносто девять лир. Плотная такая ткань. Это длинной такой. А, кстати, здесь скидка пятьдесят процентов. Нет, это не очень. Тоже льняное все. Все льняное. Так, ну все, выходим. Вот так отдел называется. Нара Макс находится прямо возле выхода. Мы уже дома. Показываю, что купили возле лек. Это вайкики. Пятьдесят лир стоит такая футболка. Хлопковая. Тут небольшая надпись. И в таких лепесточках, листочках. Мужская. Так, это брату. Это я купила рубашку пола. Тоже возделик. Тоже хлопок. И она вот такая, как... Не знаю, как назвать. Вот такого качества. В общем, аккуратно сшито. Нигде ничего не торчит. Как вафелька, да? Как вафелька. Ну, почти как вафелька. Вот такая синенькая. Тоже она на скидке была. Восемьдесят лир. Такую взяла. Взяла себе пижамку в пенти. Пенти вообще очень хороший магазин. Нижнего белья, купальников. Что тут за рисунок? Что тут за принт? Какие-то лица женские. Шорты. И вот такая... Как она, вверх? Рубашка, что ли, можно сказать. Вискозная. Так, она сколько же она-то стоила? Семьдесят... Чуть так плохо написано. Семьдесят четыре лиры. А была сто-полторы тысячи стоила. Ну, видимо, последний размер. Так. Тряпочки. Куда же без них? Запасаемся тряпочками. Это в шоке. Спрашивают, что за производитель Минтокс. В шоке и в других магазинах, как Мегрос. Там есть другие производители. Но мы всегда берем вот такие Минтокс. Так. И взяла куртку. Сначала смотрела вот цвет зеленого, болотного. Но вот вдруг в Азделеке такая серая. Серенькая. Она не на скидке. Она стоит сто девяносто девять девяносто девять. Двести лир. Ну, почти две тысячи. Вот такие покупки. На межсезонье. Хорошая курточка. Здесь у нее есть капюшон. Такой небольшой, совсем тоненький. Но я не хотела с капюшоном, чтобы был большой капюшон. Вот такой вот мне нравится. Чтобы намотать, можно было палантин какой-нибудь или шарф. Вот такие покупки на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok